Хейтеры и подписчики, всем здрасте! Я, во-первых, сегодня перед сном решил починить режим. Выпил две таблеточки мелатонина, вырубился, охуенно, так охуенно спал, топово. Мне снились сны про рестлинг, вот, я там был, ну, рестлингистом. Я до этого обычно, когда засыпал, представлял, что я Человек-паук. Всё, это хуйня полная. Я теперь представляю перед сном то, что я с канатов прыгаю, там, на людей, вот такое вот. Вот, мне снятся прекрасные сны, я, короче, просыпаюсь из-за того, что свет светит в глаза, вы представляете? Потому что сегодня в Ростове эти ясные дни, вот это вот, это начались ясные дни в Ростове. Сегодня было достаточно тепло, не дул ветер, блядь. Было охуенно, но меня слепило, короче, солнцем, вот. Вот, и я просыпаюсь, смотрю на время, и открываю вот такой телефон, чтобы посмотреть на время. И знаете что, замечаю краем глаза то, что нету интернета. Я понимаю то, что сегодня первое число, а мне сегодня надо было идти получать ИП, вот, шарите. А дело в том, что, когда нету интернета, Яндекс.Станция выключает будильник, блядь. А вот теперь задумайтесь, если б меня солнце не разбудило, я бы проспал психолога, я бы проспал получение ИП, я все бы это проспал, потому что просто нету интернета, потому что первое число я не заплатил. И значит дальше что происходит, я вот так вот одним глазом пытаюсь оплатить интернет, поставил еще на телефоне на всякий случай будильник, вот. Пытаюсь оплатить интернет, и я забыл свой лицевой счет своего интернета. Я захожу в историю своих платежей в Сбербунг Онлайн, вот, и, ну, начинаю листать. Оказывается, я в последний раз платил в ноябре за интернет. Я пока долистал до ноября, я кое-что узнал, блядь. Дамы и господа, значит, была такая история. Я пошел в отделение Сбербунга. Прихожу, говорю, здравствуйте, мне там что-то надо карточку поменять и все такое, там перевыпуск карты заказать и все такое. Это было несколько лет назад. Вот, они мне говорят, а вы хотите получать бонусы спасибо? Я такой, а что это такое? А тогда только появились бонусы спасибо. Они говорят, ну вы там типа бесплатно сможете хавать. Я такой, в смысле, блядь, Бургер Кинге бесплатно хавать? Я говорю, конечно, подсоединяйте. Они говорят, ну чтобы подсоединить бонусы спасибо, вам надо подсоединить автоплатеж, чтобы у вас был автоплатеж. Вот, я говорю, а зачем мне нахуй ваш автоплатеж ебучий всрался? Они говорят, ну нормально, вы можете любую типа сумму, чтобы вам на телефон начислялась, типа, любая сумма. Я такой, о, да ладно, ну пусть будет раз в месяц на телефон. Короче, я говорю, давайте 300 рублей мне на телефон раз в месяц будет кидаться. Вот, я все это сделал, чтобы вы понимаете, чтобы вы понимали, я два года назад поменял номер. Вы понимаете, к чему я клоню? Вот, и только сегодня я заметил то, что ебучие автоплатежи продолжали мне. Я номер поменял, и мне эти ебучие автоплатежи два года, блядь. Два года, Карл. Я посмотрел, я посмотрел, дамы и господа, сколько, сколько у меня сейчас на моей сим-карте, на моей старой, которой я не пользуюсь. Вот, я заценил. Сейчас, секундочку. Семь тысяч девятьсот шестьдесят один рубль, блядь. Это пиздец. Че мне с ними делать? Я этим не пользуюсь, блядь. Я не пользуюсь уже этой симкой. Восемь тысяч рублей, почти десять. Если округлять почти десять тысяч, у меня лежит, куда, что мне с ними делать? Я начал перебирать, блядь. Ну, сколько тысяч минут я должен поговорить с бабушкой, чтобы потратить эти деньги? Вот, если я буду вот с этого телефона звонить бабушке, мне придется с ней проговорить примерно шесть тысяч минут, чтобы я это потратил. Примерно. Вот. Это первое. Второе, блядь. Я думаю, может мне в секс по телефону позвонить. Я не знаю. Я куда? У меня таких сумм не... Я не знаю, куда потратить на телефоне можно. Восемь тысяч рублей. Куда, блядь, их проебать можно, блядь? Это полный пиздец. Я буду, ну, короче, я не знаю. По-моему, с телефона я могу донатить. Вот. Самый-самый жесткий лайфхак, но комиссия будет ебейшая. По-моему, я могу сам себе в донат-алерт закинуть. Это первое. Второе, это я могу с этого телефона перевести на основную свою симку. Но знаете что, блядь? Для этого надо подключить специальную услугу, которая будет стоить 300 тоже там что-то рублей в месяц, за то, что ты можешь переводить со счета на счет, блядь. Да, я вам зп модером, я вам могу в качестве зп позвонить, блядь. Мне вообще похуй, где вы живете. Хоть вы в Австралии, в Африке живете, мне поебать. У меня столько денег. Кто-нибудь, есть модератор? Блядь, модератор, пиши номер, блядь. В конфу модеров, пишите номер. Я, блядь, сейчас буду модераторам звонить. Из Украины? Мне поебать, блядь. У меня миллиард денег. Я не знаю, что с ними делать. Все, блядь. Они, вот это вот, два года у меня вот сюда эти... Я, модераторы, куда звонить? Куда? Есть, ну, желающий, желающий модератор, чтобы я ему позвонил там, ну, вот прямо сейчас. О! Звоню. Если ты мой номер потом куда-нибудь выложишь, ты будешь уволен с позором. Звоню в Украину. Алло. Алло. Здравствуйте, это Наруто Майнкрафтер? Да. Зачем вы захотели, чтобы я вам позвонил? Ну, просто, мне кажется, вы какой-то агент Госдепа. Слушайте, а меня потом в тюрьму не посадят за то, что я в Украину чисто позвонил? Не, ну, если вы мне закинете, конечно, сразу, если что, то я могу умолшать. Слушайте, а у вас есть какая-нибудь история примерно на пять тысяч минут? Ну, у меня вот, у меня есть просто лишние пять тысяч минут, чтобы с вами поболтать. История на пять тысяч минут? Да, 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 есть что рассказать, может, на пять тысяч минут. Так, ну, короче, я родился 2002 года. Угу. 50-го... Блин, какой-то месяц. Хуй, знаешь, какого-то месяца. Угу. А, спасибо, что уточнили, спасибо. Потом меня забрала машина, уже с мамой домой везла. Так. Там, когда привезла, я тихуя не помню. А, а до этого то, что ты рассказывал, вот это ты помнишь, да? Ну, это я не помню, просто рассказал. А самое первое, что я помню, прям реально помню, это, когда я обосрался. Это Вадим Кофф. Обосрался? Да. Поподробнее с этого момента. Ну, у нас есть буквально еще 4998 минут, можете рассказать. Так, ну, короче. Держу я такой, ходить, что не умел. Угу. Готовюсь по полу и думаю, взять бы мне и обосрать весь пол. Угу, угу. Он начал обосрать, обмазал весь пол, обмазал себя. Охуяно. Он приходит на нас, говорит, нас охуевает. Угу. В общем-то, вот такая вот крутая история. Вроде даже где-то фотки были. Угу, угу, угу. Ну, я бы хотел посмотреть фотки. Я бы хотел оценить. Не, они, скорее всего, бумажные, какой-то другой области. И мне за них слишком долго ехать. Угу, угу, угу. Да. О, спасибо вам большое, спасибо. Спасибо. Так, еще вроде 4900. А, у вас есть еще история. Конечно, у меня есть время. История. А почему вот такое рассказать? Ну, про то, как вы стали анимешником, допустим, и решили красить ногти. Про то, как я стал анимешником. Про то, как я сделал губку Боба. А? Губку Боба смотрел. Первый класс. Угу. Смотрел, значит, губку Боба 12 лет назад. Кстати, по-моему, и по моим расчетам, ты можешь, вот это, начиная с 12 лет назад, поминутно рассказать вообще все. И у нас хватит минут еще. Охуеть. Угу. Короче, смотря губку Боба, он думает, блядь, какая это куня-то. Угу. А сейчас смотреть, нормальная, мужицкая, наруца там не шло. Угу, да, да, да. Поджетик сумму. Смотрел, мультики, мультики наруца, я так давно не знаю, что такое. Угу. Да. Потом на меня мама ругалась, что там демоны, как иди, или там, где-то там. Демон, 9х власт и всякая хуйня. И мне приходилось... Ну, мама была права, я скажу, то есть, ну, оценивая твои вот эти вот посты ВКонтакте, на тебя все-таки демоны повлияли. А что с ними не так? А что с ними не так? Вы осуждаете как-то мои посты. Не, не осуждаю, я просто говорю, очень интересное. Ну, так, в хорошую сторону, то есть, повлияло. Ну, абсолютно в хорошую сторону повлияло, я думаю, реально... Не, только лучше стало, аниме на тебя отлично влияет. Ну, да, я, в принципе, оказался. Ну, уровень интеллекта, наверное, правда, топ-4. Угу, угу. А ты входишь в топ-1000 по адекватности? Да. Топ-1000, я думаю, я вхожу в топ-2. В топ-2? В мире, в мире, по миру, по адекватности. В мире, ну да, топ-2. Угу, топ-2. Топ-1 это моя вторая личность. А, да? Да. Так, короче... Топ-2 по адекватности. Топ-2 по адекватности в мире, пацаны. Угу, угу. Да, а, точно. Аниме закончилось, Нару, там, по телевизору, там шло. Угу. Думаю, многие знают. Угу. Где-где? Я потом пошёл... Что-что? Где, на каком канале? Кью-Ти-Ви. А, не, у меня такого не было, у меня был Jetix. Не, он просто украинский, там всякие крутые штуки шли. Там, кстати, шёл тоже риастлинг, с аккуленно-профессиональной отбушкой. Угу, угу, угу. А потом это стало застряло, он был, типа, не государственный, он был просто коммерческий. Угу, угу, угу. Так вот, когда закончилось, я пошёл на базар, купил свой первый диск по нарукам, представляешь? Так, 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 ага. Да. Лицензионный, естественно. Сто процентов, я никогда не осуждаю пират. Угу, угу, угу. А там купил второй, это уже было где-то там середина, выгодяйте, второй мировой, вымешено. И больше продолжения, я сколько-то не ходил по рынкам, не было. Пришлось мне, короче, заказывать, чтобы брат, кто-то друг, как в том момент, находился на куле, был мне продолжений. А это, в общем-то, мой третий диск нарук. Потом у меня появился интернет, это где-то в 2016-2018 год. Даже не у меня появился, а у моего друга. Да. Тогда мы пошли смотреть наруто, вместе с ним, он, короче, оказался импостером. Он делал вид, что ему тоже нравится, он вышел, да. Ну ладно, просто. Он делал вид, что ему тоже нравится, а не надо. Но ему наруто, но ему на самом деле не нравится. Но мы с ним смотрели. И потом я понял, что такое аниме. И первое аниме, которое я посмотрю сознательно, знаешь, это аниме, они просто какие-то музыки. Это было призрочное дело им людей. Вы же можете смотреть, что вы все ахуенное аниме, почему-то, да. Я сейчас один, да? Не, не, я слушаю, я слушаю. А, ты слушаешь там, да? Я слушаю тебя. Так, блядь. Короче, ладно, расскажу, как я вообще тебя нашел. Да, очень интересно, давай. Да, сначала интернет был, как я сказал, у этого другу. И потом, я как-то устался бы ночевать у этого друга. А от этого, блядь, ладно, расскажу историю, как я с Кайнкрафтом познакомился. Но для этого мне надо рассказать историю вообще-то. Не, давай, давай, время есть. Моя романтическая история. Что-что? Время есть, говорю, рассказывай все. Первая моя романтическая история. Была, короче, одна, она была двоюродной сестра и толстого друга. Так вот. Я, короче, школьником тогда был где-то, хоть на сколько лет, была где-то шестой, седьмой. Она, она и ее сестра приходили к ним постоянно каждое лето. Мы с ними тусили. Я в одну из сестер был влюбился. До сих пор? Год не... Что-что? До сих пор? Не, конечно, нет. Был влюбился. И год за ней где-то, не то, чтобы бегал, не говорил. Но вдруг взял все и спалил. И все, сука, договорился, что я приду к ней на, по-моему, то 14 февраля, то и 8 марта. То есть он все там решил за нас, что я к ней приду там с цветами, с подарками, со всей хуйнью. Я думаю, я так и сделал. Максимально, сука, кренжал. Я и он пришли к ней. Она у меня не осталось, даже так. Она не осталось было рада, потому что я пришел. Но там посидели, посидели. Я просто в сторонке сидел и смотрел, как она играет в какую-то странную кубическую хуйню. Значит, это было еще первой версии Майнкрафта. Так я, в общем-то, первый раз познакомился с Майнкрафтом. С ней после того раза мы как бы виделись, но не общались. Руссо? Было максимально кренжал. Два. Первый раз уже по-другому играли тоже в Майнкрафта. Это уже было года через два после того, что Майнкрафт почти был недавно на телефонах. И когда они строили какой-то дом, друзья, я сам догадался, первый раз увидел эту игру, они строили крышу из обычных блоков. А я догадался, что надо строить ступени. И после того, как ушел домой, я сам решил скачать. Играл сначала, нихуя не понимал. Пару месяцев играл креативу, даже не знал, что такое его желание. Потом открыл ваше желание. Ни хуя не мог делать, не знал, где оно было, вот еще что-то. Пауки меня пиздили. И потом у друга появился интернет, я решил у него, то есть забыл что-то по Майнкрафту. Короче, надо смотреть спецплей, помидорки за решеткой. Там, по-моему, было 4 сезона. Я все 4 сезона посмотрел. Закончилось. Там, в общем, около 500 серий. Или что-то около того, я посмотрел. Оно закончилось. И тогда я наткнулся на сам сферное видео Дима Скрининга. Посмотрел, по-моему, 2 сезона Дима Краста. Тоже так, короче. Можно сказать, на одном дыхании. И потом мне попалось какое-то странное видео. На этот момент я не поймал, что это было. Короче, это был трим дима Скрининга. Я думал, что это просто какое-то видео. Дошел там какой-то чат, какая-то охуя, ни хуя не понял. И выршил. По-моему, я еще и ради рекомендовать все другие видео. По-моему, первое твое видео, которое я увидел, это было Ферма Железа. В общем-то, как я сначала смотрел, короче, понял, что такое скрининг. Смотрел скрининг. Потом мне попался твой стрим на твой дерма SP3, по-моему, да. Я что-то посмотрел, думаю, блядь, какой-то едва ему подарки дарят. Он, сука, людей обсирает. Нахуй всех просылает, какой-то хуй не творит, а хотя ему подарки дарят. Открытался, нахуй, от канала. Ой, подожди, у меня вторая линия, пока. На 500 рублей наговорили, блядь. У меня теперь 7454 рубля, блядь. На 500 рублей. Я-хай, блядь.